Это Ордынка! Традиционно конкурс открывает первый тур – Акапельный. Пойдет или еще что-то? Далеко не все желающие получают путевку во второй тур, на который участники приходят уже в сценических костюмах и поют под музыкальное сопровождение. Нас боги, кажется, просили. Финалистами конкурса становятся самые целеустремленные, самые трудолюбивые и, разумеется, самые талантливые. Именно они и будут зажигать на сцене в Ордынском. Я это сделала! Я отправлюсь до того. А имена победителей мы узнаем на суперфинале. Чем я приду туда, где ты? Нарисуешь в небе солнце. Разумеется, каждый, кто приходит сейчас на кастинг, мнит себя по меньшей мере финалистом. Что? Победы. Ну, чтобы там о себе наши участники не думали, последнее слово всегда остается за жюри. Кто же эти люди, взвалившие на свои плечи тяжелый груз ответственности за судьбу вокалистов? Как вас легко обаять, Александр Геннадьевич! Сложно ли председателю жюри Александру Назинко, глядя в глаза участников, говорить «нет, дальше ты не пройдешь». Это всегда по-разному. Это всегда очень зависит от человека. Иногда это говоришь просто с облегчением. Когда хочется человеку сказать, ну, зачем? А выходить на сцену надо только тогда, когда ты можешь им что-то реально предложить. Сопереживание, какое-то удовольствие, может быть, удивление, какие-то эмоции. А бывает, когда говоришь это с огромным сожалением, когда видишь, что человек очень талантлив, но относится к своему таланту безалаберно. Слушайте, дайте мне шанс еще заново начать. Я что-то готов. Ну, наверное, как и у всех людей, сначала музыка вошла в меня, а потом я стал искать пути, приблизиться к ней. Кроме тебя нет никого на запретной моей территории. День завершается новость такой, такой бесконечной лапсторий. Кроме тебя нет никого на запретной моей территории. День завершается новость такой, такой бесконечной лапсторий. Работая в Комсомоле, я познакомился и подгружился с очень талантливыми, очень интересными людьми, яркими личностями, которые очень много сделали и для других людей, и для города в целом. И, конечно же, одним из таких людей был Сережа Бугаев, который действительно очень много помогал музыкантам, творческим людям. И мы долгое время не знали, как нам правильно сохранить память о том, что он делал, об этой личности. Так появился конкурс «Ордынка». Спасибо! Ордынка, ты крутая! Этот конкурс, он необыкновенный. Просто этот конкурс действительно, где человек прежде всего борется не с другими, а борется с собой. Он ведь практически все, за небольшим исключением, люди не профессиональные приходят на конкурс. Люди, которые занимаются в обычной жизни совершенно другим, зачастую не связанным с вокалом делом. Вокального образования у меня нет, но петь я очень люблю. Я по образованию математик. Я работаю инженером-проектировщиком. Я бездельник на самом деле. Я мама двоих детей. Я текст забыла. Они реально борются с собой, они борются со своими комплексами, борются со своими привычками. Они хотят и стремятся соответствовать, может быть, мечте. Простые слова не забыть, во мне играют, бабочки неба и солнце летают во мне. Проведя первый конкурс, мы были счастливы, что все так здорово получилось. И когда предложили на второй год продолжить этот конкурс, было ощущение, ну а кто придет? Мы же уже всех послушали, кто хотел. Кому это еще нужно будет? И вот уже тринадцатый год, каждый год откуда-то находятся вот эти необыкновенно талантливые люди, которые хотят попробовать свои силы. Я не могу с тобою быть И не могу тебя забыть Зачем забыла ты меня? Прошу, вернись, любовь моя И еще, конечно, просто меня завораживает вот это перевоплощение, когда на кастингах ты видишь обычных, совершенно обычных парней и девчонок, которые пытаются что-то так напевать. Ты прекрасна, как фея! Мы с тобой украли счастье! Ничего на свете лучше нету! Проходит не такое большое время, ну, три месяца. И, допустим, кто-то из них доходит до финала в Ордынке или, может быть, до суперфинала. Ты уже видишь профессиональные концертные номера. Ничуть не хуже, чем то, что показывают нам звезды на большой сцене. Но это все наши, новосибирцы. И, что немаловажно еще, обязательно надо на это обратить внимание, что материал, который они исполняют, это тоже местный материал. Это песни, которые написаны новосибирскими композиторами и поэтами. И это, конечно, просто, по-моему, делает этот конкурс уникальным на уровне России. Непременно два крыла Полет волшебный позовут Эти наши два крыла Ночные звезды унесут Мы с тобою два крыла Нельзя нам этого забыть Эти наши два крыла Я, конечно, ожидаю. Я ожидаю новых встреч с новыми талантами. Я хочу этих встреч. Мне очень интересно. Даже не представляете, насколько любопытство разбирает, кто же, кто же будет. Вот выходит новый человек, думаешь, ну, удиви меня. И бывает. Удивляет. Звездочки такие показываются. Блесну ты думаешь, господи, вот этот, вот он талант. Надо помочь. Ну, помогаем. Ну, что, Ордынка, за всем! Ну, что, Ордынка, отцелуй вас. Так. Продолжение следует...